Здравствуйте дорогие друзья! Рад вас приветствовать в воскресном прямом диалоге. Как всегда, начну с обзора рынков, материалов и всего прочего. И постепенно перейдем к вашим вопросам. Надеюсь, что ответы будут полезны. Итак, по основному индексу S&P500 видим снижение, при том снижение, переходящее в пробой достаточно приличного уровня, который находится на 4.300. Конечно, технически этот момент имеет место быть, фактически этот пробой может быть нивелирован. Конечно, максимальный объем импульсов вверх или вниз будет зависеть от тех событий, которые мы увидим в будущем. Это, безусловно, индекс потребительских цен, дальнейшее увеличение или не увеличение ставки и так далее. Здесь хотел бы дать такое отдельное мнение, публиковал его в телеграм-канале, с не подписались, подписывайтесь обязательно, с данными. Значит, почему при неповышении ставки Федеральной резервной системой рынок отреагировал негативом? Ведь все хорошо к этому и шли, повышение ставки это плохо для предприятия, инвестируем именно в компании, организации и так далее. Увеличенная ставка это сложное кредитное плечо, снижение спроса, снижение потребления и так далее. Не увеличение ставки это позитивный момент, который говорит о том, что вероятнее всего мы выйдем на плату и ставка дальше будет снижаться. При вот этом объеме позитива, почему рынок воспринял это как некоторый негатив? Поскольку помимо вот этого ключевого момента были изменены скорректированные прогнозы по дальнейшим планам на ставку. И больше ФРС шагнуло к тому, что ставку скорее всего повышать не будут, может быть чуть-чуть еще поднимут, но это будет вероятно последним повышением, если оно и состоится. Но ставку в высоком объеме будут держать длительный период времени. То есть расшифрую смысл этого события, почему ФРС приняла такое решение. Были прошлые рецессионные периоды, были депрессии и прочие, из которых ФРС получила значимый опыт и это были факторами риска. Значит, если ставку держать высокой, инфляция приходит в нормативное положение, ставку начать снижать, то по опыту инфляция может возобновиться, может начать преобладать и уже эффект низкой базы по ставке будет преодолен. Соответственно, ставку нужно еще будет очень сильно задирать, либо экономика впадет в очень значительную рецессию. Это опытным путем уже пройдено. Я считаю, что как раз таки не хотят они наступать на эти же грабли, хотят перестраховаться. И выдвинули планы, которые говорят о том, что в 2024 году ставка будет держаться еще на достаточно высоком уровне. То есть прошлые планы предполагали уже более значительное снижение ставки в 2024 году. Сейчас есть планы, условно говоря, с 5,1 ставка, там 5,5 ставка, значит, спустить ее на 10% от максимумов, на 15%, может быть, процентов от максимумов. Конечно, есть определенный диапазон, в котором вероятнее всего будет действовать ФРС. Они 4,6 и 5,1, по-моему, указывают на 2024 год. Но медиана, скажем, выступает в ином формате. И только в 2025 году, вероятнее всего, ставка будет снижаться комфортным для предприятий и потребления уровнем. То есть решили держать долго. Конечно, это все планы, планы меняются постоянно. Но в настоящее время мы можем отталкиваться от этого. Я склоняюсь к сценарию более оптимистичному, что будет не все так плохо, как в медиане рисуется, исходя из прогнозов ФРС. Поскольку инфляция отступает, здесь и противодействующий фактор идет изъятие ликвидности. Об этом мы сегодня тоже поговорим. Поэтому я думаю, что в 2024 году будет все-таки по нижней планке снижение. В районе 4 с копейками будет ставка. Но будем наблюдать за ситуацией. Еще раз повторюсь, что прогнозы и планы меняются. Буквально месяц назад был один план у ФРС. Сейчас он поменялся довольно значительным образом. Там 10-20% изменений. Поэтому все в динамике. За всем нужно следить и держать руку на пульсе. Это чтобы, скажем так, широкая масса подписчиков, инвесторов понимала, откуда растут ноги. Почему при, в общем-то, казалось бы, позитивных событиях со стороны ФРС. А везде они фигурируют. Тут визуально таблички посмотреть. А визуально они в рамках плана. Значит, все довольно-таки неплохо. Ставку не поднимают. Почему от снижения? Снижение как раз-таки в деталях. И, как говорится, дьявол кроется в мелочах. Так что на этом фоне имеем некоторое снижение индексов. И в том числе снижение по технологическому сектору. Несколько ситуаций, скажем так, затягивается с потреблением. Хотелось бы видеть уже всплеск потребления, снижение ставки, как следствие всплеск потребления. Но ситуация может затягиваться. Конечно, люди и без товаров длительного пользования при высокой ставке жить не будут. Они будут делать эти покупки. Никуда они от этого не денутся. Но, значит, высокого спроса и реализации отложенного спроса в ближайших перспективах ожидать не стоит. Все в рамках от 24-25 годов. Это касательно реакции рынка на текущие события. Будет интересно посмотреть отчеты компании. Вскоре отчетный период новый начнется. Время пролетает очень быстро. Как неделя за неделей от прямого диалога до прямого диалога. Также сезонные отчетности стартуют один за одним. Буквально кажется так, что без прерывов. Но с любопытством, с интересом буду разбирать отчеты компании. Как они будут формировать мнение. И как будет отчитываться по прошедшему периоду. Так что по индексу S&P 500 я думаю понятно. По NASDAQ тоже ясно. По рублю. По рублю. Собственно где-то месяц назад публиковал ролик касательно ожиданий по рублю. Почему я в настоящее время не покупаю валютные инструменты. Это было в районе 100 рублей. И формировал ожидания того, что 100 рублей это психологический барьер. От которого вероятно рубль будет снижаться. То есть будут применены меры воздействия. Отчасти регуляторные. Которые будут воздействовать на рубль. У меня по прежнему имеется уверенность. Хотя вот он тут подрастал. Кто-то запаниковал и так далее. Повторюсь, что реализация экономических планов. Макроэкономических и так далее. И в части коррекции рубля. То есть они заключаются день-два. Те же самые увеличения ставки центрального банка. Они по своему периоду воздействия растягиваются в среднем на полгода. То есть подняли ставку. Условно говоря месяц назад. На 3%. Потом еще подняли. Вот этот полный эффект заложится примерно через полгода. В виде снижения, может быть, импорта. Снижения потребления и так далее. То есть быстрых каких-то результатов здесь ждать не приходится. Мой план по-прежнему остается в силе. Это снижение, точнее укрепление рубля, можно так сказать, к остальным валютам. Во-первых, ставка центрального банка будет действовать. В более высоком объеме кредиты стали дороже. Во-вторых, что я хотел бы упомянуть. Это новые пошлины на товары, которые продают экспортеры. Они довольно-таки значительные. И помимо того, что правительство будет собирать больше налогов. То есть официальная позиция в этом отношении, что пошлины дополнительные стали взимать ввиду того, что рубль нужно поддерживать. Экспортеры продают за рубеж, получают там валюту со своих товаров. И будут вынуждены эту валюту продавать в дополнительном объеме 5-7%. Соответственно, будут выступать продавцами в стакане валюты. Будет укрепляться рубль и так далее. Но тут можем себе определенные, скажем так, звездочки поставить. Понятно, что бюджет нужно наполнять. И тут правительство, во-первых, получает дополнительные налоги. Довольно-таки значительные налоги. И второй момент. Да, это укрепление рубля за счет организации экспортеров. То есть правительство ничего не теряет. Оно еще и денег получает. Но, конечно, несколько страдают компании-экспортеры. У которых и так уже довольно-таки существенно повысилась, скажем так, база расходов. Но в целом они могут себе это позволить. Там никаких банкротств, дефолтов и всего прочего нет. То есть ситуация непростая в настоящее время. И такие решения, может быть, они оправданы и обоснованы. То есть комплекс вот этих решений, он будет направлен на укрепление рубля. К тому же выборы в 2024 году в начале. И с октября по март нужно этот вопрос решить. Я думаю, что рубль укрепится, как и ранее обозначал, это примерно 85-90. Едва ли ниже при отсутствии внешних воздействий, скажем так, запретов импортов, дополнительных санкций и всего прочего. То есть эти моменты могут возникнуть, но пока их нет. Вот если они возникнут, будем рассматривать. Риски, безусловно, имеются. Тоже руку на пульсе держим, безусловно. Но рубль, я думаю, крепят 85-90 к моменту, скажем так, весны 2024 года. Тогда можно будет вновь рассматривать валютные инструменты в большем интересе и замещающие облигации, если их не выкупят раньше. То есть везде свои нюансы есть. Не буду разводить демагогию на этот счет. Если кому-то интересны конкретные инструменты, замещайки, юаневые облигации, активы российские, мы можем построить вместе с вами определенный прогноз в этом отношении. В зависимости от того, компания является экспортером, какая там долговая нагрузка, какие инструменты у нее имеются и так далее. Во всем свои есть нюансы и каждый актив, он индивидуален. Так что с курсом рубля, я думаю, понятно. Все, ожидаю укрепления и пока не спешу в значительном объеме распределять рублевые средства, которые, в общем-то, есть в формате распределения. Далее, в общем-то, по индексу московской биржи давайте посмотрим. Она тоже несколько снижается. Я все-таки думаю, что продолжит снижаться. Да, какой-то отскок произойдет. То есть с коррекцией отскоки, все в формате волатильности, я думаю, что еще подснизится. Но в целом уже индекс РТС, если говорить о твердой валюте, он достаточно интересную позицию занимает. Но все же, особенно при укреплении рубля, я думаю, что произойдет еще дополнительное снижение по ряду активов. Опять же, индексы это обобщенное понятие, различные доли различных компаний. Я предпочитаю все-таки говорить о конкретных компаниях. Потому что кто-то имеет потенциал к снижению, кого-то сильно раздули, а кто-то имеет потенциал к росту, потому что у него есть иные факторы, скажем так. Ну и вот, кстати говоря, по нефти. По нефти тоже планку целевую я устанавливал, порядка 99-100 долларов за баррель. Соответственно, и Юрлс должна подрасти. И это тоже дополнительные моменты, которые вполне вероятно окажут влияние на укрепление курса рубля. То есть выручки станет больше, еще и налог увеличится и так далее. То есть будет интереснее. По газу ситуация прежняя. Ожидание в районе 3 долларов. По фьючерсу тут довольно сильный уровень сопротивления на 2,85. Но я думаю, он будет пройден. Обязательно пройдет событие. Начнется отопительный сезон. Будет необходимость поставки увеличенных объемов СПГ. И укрепится стоимость СПГ. По золоту и серебру, собственно, здесь такие уже длительные боковики. Ничего интересного нет. Но, повторюсь, план прежний. По ситуации с снижением ставки, которая уже практически объявлена, что она будет происходить в 2024-2025 году. Просто динамику несколько замедлили. Золото и серебро должно укрепляться. Поэтому планы прежние, больше интересны. Золото добытчики и серебро добытчики. И давайте еще классически посмотрим, что с изъятием ликвидности. Вот о чем я еще говорю. В формате воздействия ставки. Да, замечательно. Ставка воздействует. Увеличена. И есть такие, скажем, прогнозы на 2024 год, что она будет медленно снижаться. Но я думаю, все-таки будет позитивно, поскольку ФРС может изымать ликвидность в значительных объемах. И что было интересно, он сегодня посмотрел. С 13 по 20 сентября было изъято 75 миллиардов долларов. Это очень приличная сумма даже для экономики США. То есть, когда где-то в России обозначают, что там 10 миллиардов долларов, понятно, это много. А экономика США гораздо более емкая. И даже в рамках этой экономики, вот 75 миллиардов долларов изъятия, это очень приличная сумма. То есть, с такой динамикой можем идти дальше. Точнее, американцы могут идти дальше. И это тоже будет позитивно сказываться, конечно, на борьбе с инфляцией. Итак, по вступлению, по общим показателям понятно. И давайте перейдем к вашим вопросам. Так, вот посмотрел. Тут сортировка не сработала. Вот 18 лайков. Тут такие позиции будем рассматривать. Значит, вот Юка вопрос. Здравствуйте, Низ из программного обеспечения Autodesk и DOCS. Кто из них более перспективен и надежен для подбора? И есть ли сейчас точки входа? Спасибо за обзоры компаний. Всегда пожалуйста. Давайте посмотрим Autodesk. Я по нему формировал, точнее, правильно сказать, сформировал собственные мысли. Выражал их в Телеграме, когда возникали вопросы. По-моему, справедливую стоимость я для него не обозначал. Autodesk. Но я считаю, что он выйдет вверх, безусловно. Тут так называемый флаг формируется, нижняя точка флага. Если техническим языком об этом говорить, то есть по фундаменталу я скажу, что Autodesk недооценен. Уже не помню, почему я справедливую оценку для него не стоял. Там вроде какие-то изменения обстоятельств есть. В общем-то, как говорится, синюю линию, если я ставлю, я сам для себя, ну, условно говоря, ориентируюсь на эту синюю линию, потом уже не перепроверяю себя дополнительно каждый раз. Я знаю, что если синюю линию не поставил, значит, так оно и есть. Autodesk я это не стал делать. Это значит то, что уверенности какой-то определенной в справедливой оценке не будет в этот момент. Но я помню, что Autodesk я считаю недооцененным. То есть это, возможно, на 253, вот какие-то этот уровни обозначал. 253, 270, может быть, это диапазон. Что касается технической части, то формируется флаг. И из этого флага, куда будет выход, я считаю, что он будет вверх. То есть трейдеры, как они смотрят, куда вышло из флага, значит, туда и пойдет. То есть они не знают, куда пойдет. Может быть, сюда пойдет, может, сюда пойдет. И уже какие-то идеи формируют. Но здесь, как вы видите, зачастую ложные пробои. Здесь срабатывают заявки. Тут вроде как покупать надо. Люди покупают, а оно потом все вниз летит, ну и так далее. И то же самое порой возникает здесь. Какие-то стопы выставляют, оно пробивается и улетает вверх. То есть техника, вы понимаете, что я отношусь к ней как к дополнительному инструменту. То есть понимать, когда будет повышенный спрос на приобретение бумаг, когда на продажу бумаг. Но исходя только из этого, я бы не стал принимать решение. Все-таки больше анализ самой компании и того, сколько она должна стоить. 200 долларов или 500 долларов. Я считаю, что из этого флага будет выход вверх, потому что компания недооценена. И все, в общем-то, у нее довольно-таки неплохо. Она хорошо отчиталась. Да, интересно. Вполне могу сказать, что Autodesk интересен. По компании, как вы написали, Docs. Давайте посмотрим, что за Docs. Я, честно сказать, не припомню такой актив. Autodesk, если у меня находится, как видите, в наблюдении, то по Docs что-то хорошо растет. Docs. Ну, давайте посмотрим, что за Docs. Так. Баффет хочет, чтобы я заплатил деньги за Guru Focus. Но никакого желания нет. Так что мы сделаем вот таким вот образом и будем пользоваться бесплатной версией. 10 миллиардов долларов. Американская компания. Разработчик программного обеспечения. Стабильный рост. Выглядит визуально очень прилично. Очень неплохой. При том потенциал по форвардным показателям. Для разработчиков обработанного обеспечения она стоит совершенно недорого. Интересный актив. Давайте его посмотрим. В принципе, не ожидал увидеть такого дешевого разработчика программного обеспечения. В общем-то, 10 миллиардов капитализации. И перспективы роста тоже довольно-таки хорошие. Ну, надо сказать, интересный актив. Почему-то раньше он мне не попадался. В общем-то, компания, конечно, небольшая, но довольно-таки интересная. Стабильный байбэк. Стабильный байбэк. Кого-то они здесь расширились или купили. Году в 20-м. Рост выручки, рост прибыли. Выручка растет быстрее, чем прибыль. Но в целом они ожидают, что и прибыль будет подтягиваться. И маржу они увеличат. То есть, ориентация в основном на увеличение маржинальности по компании. Смогут ли они этого достичь или не смогут? Ну, тут скорее смогут. Судя по отчетам. Последний отчет. Значит, они перевыполнили планы, но улетели вниз. Значит, они снизили потенциалы на будущие периоды времени. То есть, тут явный признак к этому. Вообще, выглядит неплохо. Так, когда компания читалась, она читалась в августе. Значит, уже все данные прогрузились. Давайте еще кратенько ее посмотрим. Так, если ориентироваться на 6 долларов доходности, то примерно 10, 14. Да, около 14. Пожалуй, около 14 форвардный ПЕ у нее будет. Ну, в общем-то, пока компания выглядит интересной. Так, ну да, я бы даже сказал, что она сейчас недооценена. Пожалуй, давайте еще в финансовых потоках посмотрим, насколько она загружена долгами. Похоже, тут с долгами тоже никакой проблемы нет. Хороший байбэк. И, в общем-то, разбор тут кратенький. Докса выглядит как реклама Докса, но таковой не является абсолютно. Так, нужно подробно ее посмотреть, конечно. Но все довольно-таки хорошо у Докса. Маржинальность 11%. Вот они ориентируются, что маржа у них подрастет. Хотя она исторически примерно в районе 11-12% и есть. Почему они решили, что у них маржа вырастет, это остается вопросом. Поскольку, если она не вырастет, то ситуация будет, ну, скажем, она расти таким образом, значима не будет. Долгов практически нет. Это для компании вообще не проблема. Выплата долгов. Операционная прибыль возрастает. Операционная маржинальность тоже стабильна в районе 14%. Да, на долге она покрывает более чем в 30 раз. То есть ставка ей никакой роли для нее не играет, потому что долгов у нее практически нет. Она их практически не берет. То есть даже если она их возьмет, то никакой беды от этого не будет. Активы подросли, и активы подросли значительно в 2020 году. Сейчас посмотрим, что у нее случилось в 2020 году. Собственный капитал остается стабильным. Так, ну, собственно, капитал бы хотелось видеть. Рост собственного капитала. Так, так. Купили они какой-то бизнес небольшой и вложились в основные средства производства, что прибавило примерно 500 миллионов капитализации. Свободный денежный поток тоже стабилен, в целом растущий. Ну, скажем так, компания интересная. Пару нюансов, почему собственный капитал у них не растет, почему у них количество обязательств, то есть заемных средств, условно говоря, равняется росту активов. Ну, может быть, это временный такой момент. Вообще компания довольно-таки интересная. И тут вопрос основной встает в том, что вот ожидание роста маржинальности, если оно произойдет, то компания, безусловно, сейчас стоит дешево. И я бы сказал, что процентов у нее 35-40 недооценка у компании DOX. Вполне можно где-то 100-110. А, вот, кстати говоря, я же ставил по ней оценку. Как говорится, когда-то я уже этот актив рассматривал и синюю линию, как говорится, поставил. Я уже знаю, что переоценивать мне компанию не надо, что есть стремление к этому знаменателю. И оценивал ее в начале 23-го года. То есть, ну, где-то выросла она, но сейчас отчет был плохой, вот она снизилась. А в целом ожидания остались прежние по DOX. Я, видимо, ее также в прямом диалоге где-то оценивал. И, как вы видите, вот сейчас то, что я оценивал 100-110, и вот удивился, что я, кажется, эту оценку уже ранее стоял. Она остается прежней и, значит, без изменений DOX, пожалуй, да. Но самое главное, чтобы она вытянула по увеличению маржинальности. Здесь единственный вопрос встает. Нужно бы последний отчет посмотреть, но он уже прогрузился в гору фокус, он уже прогрузился по тем планам и целям, которые ставила перед собой компания. Я считаю, что, да, довольно-таки актив интересный. Давайте я попробую добавить к себе вписок избранного. Наверное, он мне не добавится, потому что все программы инвестиционные хотят получить денег. Бог с ним. Я себе помечу ее в формат рассмотрения. Посмотрю ее еще более подробно. DOX. Может быть, и станет она покупкой. Сейчас находится на уровне поддержки. Так, давайте, ну, 17 тоже зачитаю от Мина Эбби. Добрый день, Денис. Хороши ли сейчас подбору RGF и Market Access из Capital Markets? Интересно ли вообще этот сектор сейчас? Спасибо, что делитесь знаниями. Всегда, пожалуйста. Вот Market Access, читая эти мысли, я буквально в пятницу пролистывал приложение Тинькофф. Я смотрю там, что упало, что выросло максимально. То есть вот такие вот позиции. Смотрю, Market Access хорошо просел. Я считаю, эту компанию дешевой. И сейчас Capital Markets в целом достаточно дешево стоит. NASDAQ, Market Access и прочие активы, они довольно-таки дешевые. Давайте его откроем. Market Access. Он в районе уровня поддержки значительный. То есть цена по нему есть. Но вот он ее прошел, скажем так, уровень поддержки он прошел. Поэтому прямо-таки сейчас я бы не спешил покупать данную компанию. Вот из Capital Markets у меня была куплена CME. Она выросла почти до справедливой цены. Я ее зафиксировал. То есть по NASDAQ, по Market Access пока решения нет. NASDAQ тоже в интересной цене. То есть и вся индустрия Capital Markets стоит дешево. Да сейчас практически в какую индустрию ни копней. Тут и 3М, дивидендные аристократы, и оборонка. И дальше идем электроэнергетика. Энергетика в целом. И продавцы обуви. Они все дешевые. Вот куда ни копней, все дешево. Только рынок растет на ряде техов, которые, собственно, знаменательных каких-то вещей, знаменательных прибыли они тоже не показывают. То есть сейчас очень много интересного. Да, Market Access тоже входит в область интересов. Я бы подождал все-таки по ней стабилизации и начала откупа. Дешево-дешево, безусловно. Но гарантий того, что ее распродавать дальше не будут. Он как в FMC или еще какие-нибудь компании тоже нет. То есть можно приобрести тот же самый Market Access и быть уверенным в максимальной степени в том, что компания восстановится, она покажет хороший рост. Но когда это произойдет от текущего момента, или она еще на 10% поснижается, как говорится, поймать дно, угадать дно, что она именно здесь и все, и сейчас она расти начнет, к сожалению, не представляется возможным, потому что экономические события, поведенческие факторы и все прочее, если бы они давали на это возможность, то все бы в фондовом рынке просто получали огромное количество денег. В этом-то и суть, как говорится, чтобы определять тренды будущие. Так что Market Access, безусловно, интересен. А компания RGF, наверное, это какой-то совсем небольшой актив. Давайте посмотрим, может, когда-то я его разбирал. Raymond James Financial. Raymond James Financial. Нет, я его не смотрел раньше. Так, ну давайте кратенько посмотрим, что он из себя представляет. Они, в общем-то, довольно все компании, более-менее крупные, позитивно себя чувствуют, интересные, стабильные и неплохо ощущают финансовые потоки, даже в сложные времена, поскольку фондовые рынки, они, ну, не так чувствительны, скажем так, к коронавирусу или стоимости нефти и так далее. Недорогой актив, сразу можно сказать, живой, сразу видно, что он живой, зарабатывает деньги, адекватно стоит компания, хорошие перспективы, увеличение примерно на 10% в год, что соответствует, ну, скажем, почти соответствует прошлым трендам, увеличение стоимости. И тут есть снижение потенциала по отношению к предыдущим периодам. Что-то ебеда у них не обозначена. К предыдущим периодам, но это можно легко в оценку заложить, объем активов растет, объем собственного капитала растет, зачем-то они дополнительную эмиссию выпускают. Что у них здесь случилось? А, свободный денежный поток был отрицательный. Да, тут какая-то проблема у них в 22-м году нарисовалась, поэтому они дополнительную эмиссию значительную сделали. Ну, какой-то новостной фон, может быть, они там штраф какой-то заплатили, купили кого-то. Тут разные могут быть моменты. Так, и мы понимаем, что она заработает примерно 9 долларов на акцию в 24-м году. Будет примерно 11 форвардный ПЕ. Но мы должны заложить еще дисконт, связанный со снижением темпов продаж в предстоящем периоде. Так, если медиану, берем где-то 12. Но я бы сказал, что компания, с учетом того, что она будет, вероятнее всего, получать меньшее увеличение масштаба в бизнесе ежегодно, нежели она получала его раньше, я считаю, что она находится примерно в справедливой стоимости. То есть с финансами здесь проблемы вообще никакой нет. Все хорошо, неплохо денег зарабатывает. Вот, ну возникают, да, какие-то нюансы. Новостные надо, новостные магистрали смотреть, что с ней. Почему у нее свободный денежный поток упал, операционный денежный поток такой маленький, что-то в 22-м году у нее ее тряхануло. То есть это такое нестандартное, скажем так, событие. Я бы сказал, что да, она стоит примерно столько, сколько за сколько сейчас торгуется. Market Taxes я бы назвал недооцененной компанией, довольно-таки приличной. Среди них двух я бы выбрал Market Taxes, если есть интерес. Ну, а еще интереснее я бы, наверное, NASDAQ выбрал все-таки. Все-таки компания посерьезней. Так, от Natolis, Толик вопрос. Здравствуйте, Денис. Поменялось ли ваше мнение о компании General Electric? Как вы смотрите на дальнейшую перспективу развития? Спасибо. Давайте посмотрим. Я помню, актив был слабый, зачастую убыточный. Там они делали обратный сплит, потому что акции стоили совсем дешево, чтобы их недели стинговали. Там крупные биржи они это, значит, они это объединяли акции и куда-то полетели вверх. Сейчас кажется, что летят прямо на небеса. Если посмотреть, в общем-то, прошлые котировки, то не все так радужно. И мы понимаем, что они по-прежнему находятся еще в снижении. Только вот импульс на откуп. Давайте посмотрим. Я General Electric давно не смотрел. В общем-то, у меня мнение по ней сейчас больше негативное, нежели позитивное. Не думаю, что у них прямо-таки все там организовалось. Очень слабая компания была, с очень слабой структурой управления, что сейчас заставляет ее откупать. Ну, уже я вижу, что ничего хорошего нет. Мы видим текущий PE13, форвардный PE25. То есть, это говорит о вероятном снижении продаж, прибыли в следующем периоде в два раза. И для компании, имеющей проблемы, скажем так, форвардный PE25, это уже дороговато выглядит. Ну, планирует, да, что скинуть. Ну, по 4 доллара планирует зарабатывать. Ну, я бы даже сказал здесь, ну да, где-то вроде 25 форвард PE в них будет. Потом планирует начать восстанавливаться. Ну, пожалуй, что я могу сказать. Видите, какая ситуация General Electric. Выручка постоянно снижается, прибыль снижается, и беда снижается, периодически уходит в убыток. Ну, мало хорошего. Объем активов также падает. То есть, они распродают, распродавали, видимо, свое имущество. Слабенько, слабенько. Давайте я еще посмотрю на финансовые показатели в цифрах. Что у них происходит. Так, операционная прибыль 2,7. Ну, с долгом тут тоже, кстати, с долгом некоторые проблемы есть. Тут стоит это учитывать, потому что они операционную прибыль 2,7 получают миллиарда. И им приходится 2,7 триллиона, наверное, не получают. Им приходится половину вот этой суммы только в кредит отдавать за, ну, кредитное плечо за использование. Понимаем, что это довольно-таки тонкое положение, когда половину всего заработка, даже не прибыли, а операционной прибыли, и приходится отдавать выплату долгов. Да, расширение производится. Да, они бизнес продают. Продают бизнес в значительных объемах. Распродажи были. Какой-то, видимо, сегмент бизнеса они продавали. Вы знаете, я бы не покупал. Вот эти вот или пан, или пропал, я не приветствую. Да, но в последнее время, если мы посмотрим, куда-то вверх прет, почему она это делает, ну, каких-то значительных нет причин. И мы посмотрим, что она сейчас ровно уперлась в уровень сопротивления. Вот он, сопротивление. Кто курс проходил, я в курс по оценке и анализу компании включал и сегмент технического анализа. То есть это как заключительный уже, когда можно покупать, когда лучше подождать. Например, даже если бы компания сейчас была недооценена и по оценке стоила 180 долларов, стоит ли ее сейчас покупать? Нет, не стоит. Хотя, в общем-то, цена здесь есть, но техническим анализом мы воспользуемся, мы понимаем, что она после вот этого бурного роста пришла к уровню сопротивления, когда инвесторы и трейдеры будут фиксировать прибыль. Соответственно, вероятность того, что компания подснизится вот на вот этот уровень, сейчас я его продемонстрирую, примерно 90, она достаточно велика. То есть смысл покупать ее здесь, если можно подождать, пока она снизится вот так вот и уже купить. То есть вот элементы такие технического анализа и в плане General Electric. Играть с ней, наверное, я бы не стал все-таки. Актив довольно слабый. Видно, что они постепенно борются с этой ситуацией, что они снижают объем долговой нагрузки, пытаются там как-то развиваться. По выручке планируют наращивать выручку в районе 10% в год. Соответственно, стабильно будут наращивать маржу, как они предполагают. Ну, исторические компании очень слабые. Вот они все время что-то хотят наращивать, что-то делать. Каждый год у них там заявление о том, что, в общем-то, все будет неплохо. Но вот с 2011 года мы видим, что у них каждый год всегда все плохо. Стоит ли сейчас доверять тому, что вот именно в этот год, хотя и в этот, 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 они говорили примерно то же самое, что ребята сейчас попрет. Сейчас попрет, и уже там 12 лет у них никак оно все-таки не прет. Попрет ли в этот год, я бы не стал, скажем, вкладывать деньги в тот момент, когда есть в рынке сильные компании, которые за свои слова отвечают, которые развиваются, которые являются значимо недооцененными, системными для экономик не только стран американского континента, но и для других континентов. Поэтому, не, не покупал бы, конечно, такой актив. Хорошие есть планы, но не сказать, что она дешевая, и не сказать, что я бы ей доверился, этой компании. Так, давайте еще посмотрим, где много лайков у нас. Вот 18. От юзера вопрос. Добрый день, Денис. Эта неделя выдалась очень интересной, и многие сектора очень интересны для загрузки. Согласен с вами. Выскажите, пожалуйста, свое мнение о компании Gillette, стратегия долгосрока, или на что можно ее заменить? Так, Gillette – это фармацевт. Давайте с нее и начнем. У меня в избранном ее нет, потому что компания по структуре управления не проходит мой фильтр, скажем так, личный. Ну и где-то, как видите, она здесь, как я еще цену ей ставил в 2022 году. Ну вот, кстати говоря, действие этой оценки прекратило где-то месяц назад. Ну, то есть год-полтора я ставлю эти оценки, и посчитать это восьмой месяц 2023 года. Ну, примерно настолько и стоит. Не думаю, что там перспективы какие-то значительные появились. Но давайте глянем все-таки, раз мы ее открыли. Она нестабильна. Вот у них то хорошо все, то плохо, то они дотянули, то они перетянули. И вот эта несогласованность, скажем, отсутствие стабильной линии, какова есть в Pfizer, в том же самом, в Merck, в Amgen, там и других компаниях. У них есть свои плюсы и минусы, но там есть понимание того, в каком направлении развивается компания. Примерно какие препараты они будут там производить, в каком объеме, сколько с этого денег заработают. А у этих то получилось, то не получилось. И каждый отчет, он является такой бомбой замедленного действия. Давайте откроем, в общем-то, то, о чем я говорю. Может быть, мне удастся вам продемонстрировать. Вот, на 18% не дотянули, значит, на 10% не дотянули. Здесь на 10% перевыполнили. В принципе, небольшие, тут на 33% перевыполнили. Но каждый раз у них, вот как в первый раз. Так, что можно по ней сказать, по этой компании? Дивиденды были неплохие. Давайте посмотрим, сохранили. На 4% дивидендами, да, что достаточно неплохо. Компания платит их довольно-таки легко. 70% по яутрейте он на это тратит. И довольно консервативный потенциал развития. Таковой, как и, в принципе, в предыдущие периоды. Если говорить о стоимости, то по яутрейте он на это тратит. Давайте посмотрим, сколько она исторически стоит, исходя из этого. Ну, вот видите, тоже она то 50 по ПЕ торгуется, то падает, то до 10, до 5 и так далее. То в ноль уходит. Стабильности в компании нет. Ну, если говорить... Так, форвард ПЕ 5%. Ну, давайте так и бегло сравним сам Джен с тем же самым. Сам Джен. То есть, скорее позитивное развитие у компании, чем негативное. У данного актива более скромные потенциалы у Амджена в период 2024-2025 года. Но у них есть там долгосрочная программа развития. Форвард ПЕ порядка 13. Ну, пожалуй, да, она в тренде. В тренде индустрии. Мне было интересно посмотреть примерные показатели по стоимости по индустрии в целом. И Джилиет сейчас находится в тренде, учитывая то, что она может развиваться в районе 5-6% в год. То, пожалуй, я бы ей более высокую оценку сейчас поставил, нежели 70. Ну, она сейчас 75 стоит. Ну, примерно где-то в этом диапазоне она и стоит. То есть, покупал бы я Джилиет? Нет, не покупал бы. Учитывая ее нестабильность и примерную справедливую стоимость той цене, в которой она сейчас находится, перспективы высокой я в ней не наблюдаю. Так, значит, что бы выбрали в портфель? Ну, Джилиет стратегия долгосрок к тому же не стоит. Потому что, ну, малостабильную компанию в долгосрок я бы не держал. Эбот или Медтроник. Я бы выбрал Эбот. Даже вот без просмотра и ту, и другую компанию я отлично знаю. Эбот сейчас в зоне покупок находится, безусловно. Хороший актив. Я бы выбрал Эбот. Он крупнее. Росплюс дивиденды. Налог не такой высокий, как по Медтронику. Поскольку Медтроник не американская компания. Значит, тут коротенький такой ответ. Это Эбот. И ваше мнение по компании Eastman Chemical, по-моему. Это, да, химия? Емэн. Как-то давненько я ее разбирал. Давайте посмотрим. Давно в избранном уже нет. Что там с ней в настоящее время с Eastman Chemical? Где-то оценки ей ставил. Или уже слишком много времени прошло? Как ты по ней ролик даже записывал? А, ну это было уже очень давно. Сколько-то лет назад уже было. Так, ну давайте Eastman Chemical посмотрим. Ну, кстати говоря, опять же, возвращаясь к... И вы верно сказали, что многие индустрии находятся в зоне покупок. Абсолютно с вами согласен. Мы все с вами смотрим. То, что все попадается, оно все очень дешево стоит. Сразу можно здесь уровень определить. Уровень. Ну, по этому уровню порядка 70. Я думаю, что с высокой долей вероятности она на 70 сходит. Потому что ее уже распродали вот от этого уровня. То есть, тут она уже ушла за этот уровень. 76,8 где-то у нее поддержка. Я думаю, что она пройдет к 70. Ну, давайте посмотрим, стоит ли ее там покупать. Вот, никогда она была интересная. Ну, и, собственно, я... На графике сейчас вот, если посмотреть, то были периоды, где мы ее разбирали. Она улетала вверх и была, в общем-то, интересна в этом отношении. Даже записывал по ней ролики. На определенные периоды времени. Сейчас ее укатали до 9 миллиардов долларов. Так, и что с ней произошло? Компания стоимости, безусловно, ворвардные по идее в районе 9. Это дешево. Капитализацию выручкой покрывает менее чем за год. По балансовой стоимости она тоже недорого торгуется. Там по балансу она стоит около долларов 40. Ну, кстати говоря, очень такие неплохие прогнозы. Это, вы знаете, как вот позиция FMC. Тот же самый. Мы о нем неоднократно говорили. Тем не менее, продолжают укатывать. Я не добавляю его дополнительно принципиально. Потому что хочется увидеть каких-то уже позитивных движений. Вот могут несправедливо укатывать компанию очень значительно. Это тоже FMC. По-моему, ESMAN CHEMICAL, он не относится к сельскому хозяйству. Ну, тоже химия, только другого направления. А FMC, CARTEVA, они именно к сельскому хозяйству, химическое производство. Тоже их очень-очень сильно укатали. Они стоят крайне дешево. И, безусловно, крайне интересно к приобретению. На мой субъективный взгляд, без каких-либо рекомендаций, конечно. И сейчас мы по ESMAN CHEMICAL что видим? Мы видим, давайте сейчас посмотрим. 5,8 долларов компания зарабатывает по результатам предыдущих четырех кварталов. 23-й год, который уже практически произошел. То есть осталось менее трех месяцев. Компания планирует заработать чистой прибылью 6,7. Что на 20% выше, чем предыдущие четыре квартала. И далее компания планирует развиваться на 20-30% в год. Что вполне и весьма вероятно. При этом мы видим форварный ПЕ в районе 9. Всего-навсего 9. С потенциалом развития в 20-30% это просто даром. Если мы посмотрим Apple, Microsoft, какой-нибудь NVIDIA. То элементарно сравнив их бизнес потоки с их перспективами и текущей стоимостью. Вот Eastman Chemical мы можем купить в 4-5 раз дешевле. Вот купить такой бизнес. То есть вариант у вас купить СТО, например, которая зарабатывает. Она стоит, скажем, 5 миллионов рублей. Зарабатывает она в месяц 500 тысяч рублей. Или купить такую же СТО за 5 миллионов рублей, но которая 20 тысяч рублей зарабатывает. Я думаю, выбор очевиден в плане инвестиционном. Смысл переплачивать какие-то огромные деньги за то, что зарабатывает гораздо меньше, чем зарабатывает аналогичное предприятие. То есть вот эти вот индустрии, они сейчас безумно перепроданы, на мой взгляд. Но ничего не останавливает их от снижения. И это, в общем-то, неплохо. И по Eastman Chemical тоже интересная компания. Я ее себе тоже помечу, раз TradingView не позволяет нам добавлять избранное. Так что у меня есть бумажка и фломастер. Так, по Eastman хорошая компания. Я бы дождался все-таки стабилизации ее, окончания снижения. И, пожалуй, как минимум от уровня в 70 долларов. Тут она станет еще дешевле. Либо, как говорят трейдеры, нарисуется черепаший суп. Она аннулирует этот пробой и начнет рост. То есть такое тоже может быть. В любом случае, если мы говорим о финансах и об инвестициях, хотя бы среднесрочно, там год-два года, это очень дешевая цена. И здесь цена дешевая, и здесь дешевая, и даже здесь дешевая цена. Просто вопрос в подборе наиболее по возможности оптимальной точки входа. Конечно, на 70 или там ниже, это было бы интереснее. Но если ее купить и спокойно ждать, я думаю, тоже будет все довольно-таки здорово. Вот отчитывается она, в общем-то, в рамках ожидания. Это что-то переуполняет на 30%. Так, давайте пойдем дальше. И от Виталия вопрос. Виталик Израиль задает вопрос. Добрый день, Денис. Ливент и АЛБ. Литиум еще актуален на средний срок? Неужели сейчас нету спроса на их продукцию? Спасибо вам за интересную рубрику. Эти компании мы разбирали, и сейчас они в снижении находятся, что Ливент, что АЛБ. АЛБ, поскольку цены на фьючерс по литию находятся на минимальных отметках. Давайте то же самое АЛБ возьмем. АЛБ возьмем. У них прямая зависимость. Сейчас идет корреляция с ценами на литий. Спрос есть, но, видимо, предложения сейчас больше. Соответственно, как мы видим, тоже АЛБ даже проходит предыдущий минимум, который был в апреле 2023 года, может спуститься на 160. Может это произойдет, может не будет, может быть аннулирует. Но вот они сейчас коррелируют в очень значительной степени с ценами на литий. Вот таким вот образом формируется. То есть спрос может быть, но предложение может быть больше. Безусловно, сейчас электромобили производятся в большом объеме. Соответственно, аккумуляторные батареи и все прочее. А все там неплохо. Но предложение может быть таково. Да в целом сейчас, если говорить о сырье, то все стоит дешево. Вот возьмем тот же самый Норникель. Там никель дорогой, да он недорогой. Палладий дешевые, металлы дешевые, алюминий дешевые, литий дешевые. То есть алмазы сейчас находятся на исторических минимумах. Сейчас сырье находится на минимумах. На относительных минимумах. То есть никто не говорит о том, что вот эти минимумы говорят нам немедленно их покупать в этих ценах. Они могут быть еще дешевле. Но материалы сейчас очень дешевые. И редкоземельный металл. Да все сейчас дешево. То есть сейчас интересные моменты к приобретениям, безусловно. И литий в том числе. Наступит время, они, конечно, будут дорожать. Потому что эти циклы, они происходят периодически. Опять же поймать дно, к сожалению, в таком формате. Поймать-то его можно с теорией вероятности определенной. Но определить, что сейчас дно, и сейчас точно начнет расти. Но, к сожалению, таких инструментов нет. Это все макроэкономика. И будет зависеть от тех событий, которые в мире происходят. Может быть мы завтра проснемся. Произойдет какое-то событие. Сверхпотребление там нефти. Развитие производств. И, соответственно, спрос на сырье, он тоже вырастет. Вот окажется, что вот это было дно. И тут возникнет черепашь супа, он начнет откупать. А может быть, если этого не произойдет, он на 160 спустится. То есть нужно понимать, что сейчас цена дешевая. Безусловно, что она дешевая. И никуда мы не денемся от перспективы увеличения стоимости компании АЛБ или Ливента. Так же, как от увеличения стоимости, вероятно, лития, алмазов и всего прочего. Тут вопрос уже в периоде удержания. Так что спрос есть, безусловно. И я считаю, что он скажется на стоимости. Так, следующий вопрос от Детали 3403. Добрый день, Денис. Интересует компания... Это Купер, по-моему, Медь, СЦО. Нью Маунт и Пан Американ. Нас долгосрок. Спасибо за ваш труд. Давайте посмотрим. Это знакомая компания. Ну, у меня вызборных ее нет. По-моему, это СОФРН КУПЕР, что-то в этом роде. Да. СОФРН КУПЕР Корпорейшн. Кстати, медная компания чувствует себя неплохо. Ну, и тут, конечно, район исторических максимумов. Я не думаю, что сейчас есть интерес к ее приобретению. Давайте посмотрим. Может быть, у нее там какие-то планы хорошие нарисовались, которые могут служить нам точкой покупки. Но компания довольно-таки дорогая. Нет, пожалуй, все-таки интереса к ней никакого нет. 3,6. А у нее резкое снижение. То есть, это, условно говоря, текущий момент. Это момент наибольшей маржинальности по активу при выручке в районе 10 миллиардов. А прибыль у нее максимальная. Сама компания говорит о том, что маржа у нее упадет чуть ли не в два раза в предыдущие периоды и начнется период стагнации. Тут сразу видно по цифрам, если их сразу проанализировать, свести, скажем так, воедино. С долгами тут проблем никаких нет. Но я бы не формировал по ней позицию. Безусловно, сейчас компания дорогая. И мой прогноз по данному активу – это такое затяжное снижение, снижение, снижение. И куда-то в район 43. Вот давайте я прямо нарисую. Пройдут годы. Я думаю, прямой диалог будет в силе. У нас он стабилен уже много лет. И потом мы как-нибудь с вами Software & Cooper откроем и посмотрим, что вот как-то оно примерно вот так вот пойдет на 43. И вспомним. Вот видите, сейчас иногда компанию, которую я уже не помню, открываем. И по ним оценки стоят и так далее. Пусть оно уйдет в зону интереса. По New Mount цена интересная, безусловно. Я считаю, что и золото, и серебро. То есть, ну, тут аналог. Давайте их как воедино разберем. New Mount и Pan American Silver. Золото с серебром они, как правило, корректируют. Драгоценные металлы. Классическая ситуация со снижением ставок, которая вытекает в увеличение цен на золото и серебро. Соответственно, выручка компании золото и серебродобытчиков при равной добыче год назад и с увеличенной стоимостью той руды, которую они добывают, приведет к увеличению выручки. Соответственно, при стандартном уровне маржелии вырастет прибыль, вырастут золото добычки, серебродобычки. Безусловно, то есть у Соферн Купера сейчас нет очев кода, у NEM и Pan American Silver есть. Но долгосрок, вы знаете как, я бы, наверное, долгосрок не рассматривал. Большого смысла нет. Если вы посмотрите, что NEM, что Pan American Silver, они не дадут хороший возврат на капитал. Это больше защитные активы, такой некоторый демпфер, элемент золота в вашем портфеле. Если комфортно, да, безусловно. Ну, я бы все-таки ориентировался на более прибыльные варианты стратегии. Это вполне может быть. Тут никакой рекомендации, как вам комфортно. Ну, давайте то же самое NEM откроем, посмотрим. То есть прямо-таки держать его в долгосрок можно, но при защитной стратегии, либо под дивиденды. Ну, давайте 5 лет посмотрим. Вот видите как. То есть долго будете держать. Ну, да, он дивиденды платит. Но в 2003 году столько стоит, сколько сейчас стоит. Защита определенная. Да, он сейчас дешевый. Можно там определенные периоды просматривать. Он подорожает как минимум к 50 долларов, на мой взгляд, в ближайшее время. Ну, я бы, пожалуй, его зафиксировал. Потом продолжит рост до 70, до 80 в каких-то там годах ближайших. А потом опять уйдет снижение. То есть, да, он исторически растет вместе с ценами на золото. Если мы за все время посмотрим вот таким вот образом. То есть видно, что тренд у него все-таки восходящий. Вот эти пики снижений, ростов, они все-таки идут вверх. Но слишком, пожалуй, такой низкодинамичный актив, который лучше покупать в минимальных значениях. И когда он достигает довольно высоких отметок, лучше продавать. Все-таки я бы не держал его в долгий срок. Иначе там доходность будет как у золота. А золото растет, безусловно. Но сопоставимо с величиной средней инфляции. Ведь золото торгуется тоже в валюте. И, соответственно, валюта дешевеет. Какая бы эта валюта ни была, и доллар дешевеет, и юан дешевеет, и дирхам. Ну и рубль, конечно же. Соответственно, валюты требуется больше. Поэтому визуально кажется, что до золота вот так вот оно хорошо растет. А по факту это просто валюта снижается. И не такого большого роста по золоту нет. То есть это элемент сохранения, скорее, средств. И я бы не видел долгосрочной стратегии в данных активах. На ваше усмотрение. Просто свои мысли привел. Близки они вам или нет. Можете самостоятельно уже проанализировать. Так, 18 лайков от VORL Lungu. Вопрос задает. Здравствуйте, Денис. Скажите ваше мнение по поводу Target, Dollar General, FMC. Почему так падают? И где его средняться? Спасибо за ваши советы. Мнение по поводу Target и Dollar General. Интересные очень компании. Формировал, опять же, по ним свое видение и свое мнение. Target обозначал в наибольшем интересе. Но пока все-таки не спешу с его покупкой. В целом, если такое лирическое отступление сделать по собственным активам. Сейчас многие активы у меня в минусе находятся в портфеле. Но какого-то там большого беспокойства не испытываю. Поскольку они дешевые. Нужно просто дождаться того момента, когда балансировка рынка пойдет и их откупят. Так всегда было. И я думаю, так всегда будет. Касательно доли кэша. Доля кэша есть. Можно купить тот же самый Target. Почему не спешу? Хотелось бы кэш подосвободить. Сейчас смотрю, фармацевты там у меня неплохо подрастают. Какие-то еще компании разворачиваются. Те же самые там страхование в здравоохранении и так далее. Хочется кэш подсобрать в определенном объеме. Применять стратегию, которую применял некоторое время назад. Еще год, наверное, был 20-19. Покупки от уровней в приличных объемах компаний. И фиксация прибыли. То есть такой вот элемент спекулятивный, скажем так, применить. Потому что долгое ожидание, когда балансировка пройдет. Без конца вот этот рост NVIDIA. Естественно, я ее покупать не собираюсь. Потому что она рухнуть может в любой момент. Игра по правилам манипулятора. Она мне абсолютно не интересна. Но вот можно в этот момент применить какую-то иную тактику. Ну, конечно, хочется и добавить активы. Тот же самый FMC усреднить. Он есть у меня. Я еще ни разу его не докупал. Но есть такая возможность. Пожалуй, я дождусь, пока он не сменит тренд. Или какой-то позитив не произойдет в отношении сельского хозяйства. Докуплю все-таки его. И в целом по Таргету и Доллар Дженерал. Это компании из одной индустрии. Это потребительский сектор. Такой конкретный потребительский сектор. Продолжают дальше укатывать. То есть не только FMC и Таргет и Доллар Дженерал. Мы с вами посмотрели вплоть до оборонки, капитал маркетс, банков. Все что угодно. Но все стоит очень дешево. Очень замечательные цены. Но это не значит, что их не перестанут еще какое-то время распродавать. Ситуации абсолютно различные. И сферы у них абсолютно различные. Но, тем не менее, ситуация по аналогии. А FMC себя сейчас несколько хуже чувствует, чем та же самая Картева. Потому что была новость, я по FMC снимал ролик, о том, что дистрибьюторы FMC снижают объем товарных запасов. Соответственно, в краткосрочном периоде времени эти дистрибьюторы свои товарные запасы, чтобы сократить, они их будут подраспродавать. У FMC будет покупать меньше. Но потом, я так понимаю, перейдут к стандартным объемам закупок, когда товарные остатки станут минимальными до тех значений, которые будут комфортны этим дистрибьюторам. Объемы потребления сельским хозяйством, удобрений, пестицидов, гербицидов и всего прочего, семян от Картева, они ведь не снизились. Оно также и потребляет. Просто со складов, условно говоря, товарные запасы распределены будут в FMC в этой связи потеряет в определенном периоде времени финансовый поток, который позже возобновится. То есть тут панических настроений никаких нет. Абсолютно спокойно отношусь к данному снижению. Но хотелось бы, чтобы таких снижений не было. Хотелось бы купить FMC, чтобы он вверх рос и все. Но, значит, рыночная ситуация указывает на такие моменты. Они бывают, поэтому абсолютно спокойно отношусь. Также и по Таргету, и по доллару Дженерал. Пока этих позиций не имею, но компании стоят, безусловно, дешево. Первый очередной материс компания Таргет. Так, 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 19, 25 лайков. Давайте, зачитаю, 19. От V59, BL62. Здравствуйте, FMC сильно упало. Что думаете, будет ли еще падать или можно подбирать? Ну, давайте вот в формате прошлого. Давайте я еще FMC открою. Раз еще так интересует людей, что дополнительные вопросы возникают. Несколько. Так, по FMC улетело вниз конкретно. И после снижения планов продаж, я по ней стоимость справедливую снизил. Так, где она у меня справедливая стоимость сниженная? А, ну, собственно, осталось без изменений. С восклицательным знаком я ее поставил. Это касательно дистрибьюторов, которые товарные остатки снижают. Тут входы инсайдеров были в приличном объеме. Но я напомню, что инсайдеры – это не финансовые волшебники, которые знают все наперед и так далее. Они работают в этой компании, знают фактическое положение дел. И своими покупками они могут в ходе нашего анализа нам указать, что ребята, которые являются членами совета директоров, они посмотрели на стоимость акций своей компании, взяли дома деньги и купили. То есть они знают, что перспектива у компании, безусловно, хорошая. Цена за 70 копейками долларов, она замечательная. Они вложили собственные деньги в акции. Конечно, они не могут предугадать текущую волатильность, куда трейдеры начнут ее гнать и так далее. Они этого и не делают. Покупки, как правило, минимум среднесрочные. Есть вероятности 60 долларов. Просто пока не добавляю позицию. Имею то, что купил изначально. И когда это прекратится, снижение, я с удовольствием бы FMC докупил. Получил бы достаточно хорошую среднюю. У меня и первоначальная точка. Очень интересная, на мой взгляд. Но чтобы быстрее, скажем так, получить плюс по компании, я бы компанию FMC усреднил. Но пока не спешу это делать. Так что ничего там значимого не поменялось. Посмотрим, конечно, как компания будет дальше отчитываться, когда у дистрибьюторов закончатся эти товарные остатки. Но вот месяц осталось до отчета. Вот у Картевы получше ситуация. Картеву уже технически больше потенциала у нее на восстановление. Также вход инсайдера и все прочее. Так, и 25 лайков. Это лидер от Артур Ло. 2083. По лидеру лайков сегодня. Так, доброго дня, Денис. Интересно узнать, что покупали и продавали на этой неделе. На этой неделе я ничего не продавал, насколько я помню. И была одна покупка. Это была российская компания. Не буду ее называть, эту российскую компанию. Все-таки, почему ушел от демонстрации, скажем так, и полного открытия тех сделок, которые я совершаю. Во-первых, это наличие клуба, в котором я эту информацию публикую. И второй фактор, почему, в общем-то, этот формат был создан, чтобы люди верно воспринимали информацию. Ушел от демонстрации венчуров, потому что очень часто венчуры могут демонстрировать очень высокий потенциал роста. Потому что люди набирают, а венчуры – это крайне высоковолатильные рисковые компании. То есть крайние риски загонять никого не хочется. И сам я практически венчуры не покупаю. И российский рынок бы я тоже отнес к категории высокорисковых. Очень много проблем у компаний, очень много санкционных воздействий. И тех новостей, которые вызывают неопределенность, значительную неопределенность данных компаний. Поэтому российский рынок делал приобретение. У меня уже там пара, два-три актива есть из российского рынка. Продолжаю наблюдение за данной обстановкой. И я думаю, что еще будут покупки в перспективе, скажем так, нескольких месяцев. Не спешу, жду укрепления рубля по возможности. Там можно будет российский рынок еще дополнительно рассмотреть. И возможности в валютных инструментах. Так что по американскому рынку нет. Были идеи, были идеи, были новости, были там различные варианты. Но ничего в свой портфель не покупал, ничего не продавал. Что по LB и LITI? Ну, по LB и LITI посмотрели, выше разобрали уже довольно-таки подробно. Так, давайте тогда перейдем к следующему вопросу. Вот 18 лайков, еще пару вопросов и будем заканчивать. Вот Envision 25 вопрос. Здравствуйте, Денис. Найк находится на пятилетнем минимуме. Ваше мнение в плане подбора и точек входа. Спасибо. Найк имею в своем портфеле. Он сейчас приспустился. В минусе находится. Значит, тоже каких-то сомнений насчет компании нет. Вот потреб сектор распродают. Ориентир у меня ближайший 126 долларов. То есть компанию я уже помечал, что я оцениваю 145 долларов. Но всегда делаю пометку, нюанс, что в Телеграме, что в прямых диалогах, что я рассчитываю на 126 долларов. Ввиду того, что, вероятнее всего, потребительский спрос не восстановится так быстро. В том числе и на те же самые кроссовки от Найка, одежду спортивную и все прочее. То есть на 126 долларов. Есть возможность 82, ниже 82. Ну, я не думаю, что так будет. На отчете может она грохнется. На 82 отчет уже совсем скоро будет. Поскольку сейчас позитив вырисуется в отчете едва ли. Ставки остаются высокими. И с учетом тех данных, которые ФРС дает, что ставки она поднимать не планирует, едва ли Найк нарисует хорошие планы на последующий квартал. Поэтому вот 82 может быть. Ну, если хорошо отчитается, она улетит наверх, скажем, эта компания. Там 95-100 на отчете. Ну, и не удивляюсь, 82 тоже не удивлюсь. Такое может быть. Вообще цель 126 долларов. Цена хорошая, но принимал бы решение, конечно, уже после отчета. Через 4 дня, совсем скоро, в четверг, можно будет эти данные получить по Найку. Так, кнопку нажал, бандикам. Так, и давайте еще один вопрос. Отвечу. Сегодня такая чуть короче будет программа у нас, чем обычно. Поскольку нужно ехать, разбираться с объектами недвижимости. От Фримана, не займи вопрос. Добрый день. Спасибо за ваши обзоры. Очень интересно смотреть. Скажите, что вы думаете о таких компаниях, как Qualcomm и VivoSystem? Qualcomm. Давайте откроем. Вообще, Qualcomm мне так себе. Производитель чипов. Он обычно слабоват. Слабоват. Ну, кстати говоря, вот смотрите, слабоват. Я его даже давно-давно не смотрел. Ну, помните прямые диалоги, когда мы смотрели, когда он летел вверх. А, господи, боже мой. Это же у меня оценка есть. 92. Вот я говорю, что хорошо, когда трейдинг, видите, данные все сохраняет. И потом мы можем их видеть, как оно все было. Не как вот в некоторых каналах, которые вы смотрите. Люди переобуваются постоянно. То туда, то сюда, то в шорт. Я купил, а на самом деле не купил. И вот меняются эти взгляды. У меня, как говорится, все в режиме полной прозрачности. Все по-честному. И вот эти все оценки, они имеют место быть. То есть, когда я эту оценку формировал, дату я здесь почему-то не вижу. Но где-то в прошлых диалогах, я думаю, давненько уже это было. Может, год назад, полтора года назад. Qualcomm я уже давно не смотрел. Когда вот он какие-то в космос летел, я отмечал, что Qualcomm компания дорогая. И несмотря на то, что производители чипов сейчас себя замечательно чувствуют на фоне искусственного интеллекта, Qualcomm вот он снижается. Это абсолютно нормальное для него состояние, что он снижается. Потому что он столько не стоил, сколько он стоил, там, 170 и так далее. Таких цен, конечно, на него быть не должно. Вот 92 я им обозначал, примерно он к этим 92 и пришел. Может быть, сейчас еще подснизится. Давайте его посмотрим Qualcomm. Не самая стабильная компания, не самая перспективная компания. Но цена снизилась. Да, можно его уже за 107 долларов рассмотреть. Уже не 180, не 200. Так. Более-менее цены. Да, пришел к нормальным значениям. 120 миллиардов капитализации. С долгами у него вопросов не возникает. Даже дивидоходность уже человеческая стала почти 3%. То есть можно уже эту компанию как-то рассматривать. Buyback. Ну да, стало получше. Стало получше в Qualcomm. Можно его переоценить. Даже будет. Значит, количество активов растет. Собственно, капитал растет. Денежки на Buyback выделяют. Зарабатывает 7 долларов. Ну, пожалуй, да. Пожалуй, можно рассмотреть. Давайте так. Если интересно будет Qualcomm, в Telegram канале напишите. Я постараюсь его переоценить. Напомните мне просто-напросто. Я вам там сделаю переоценку и прям скриншот приложу с хэштегом Qualcomm. Многие компании, которые запросы поступают, я их хэштегом мечу. Можете в Telegram канале зайти и по хэштегу эти оценки найти просто. В общем, в чате Telegram это абсолютно все бесплатно. Многие компании уже там есть. Сейчас вижу, что, пожалуй, он может быть интересен. Но нужно его подробно посмотреть. В том числе сравнить с индустрией, как они себя чувствуют в плане перспектив. Сколько сейчас стоят. И с Qualcomm тогда уже оценку сделать. То есть тут в формате экспресса я, пожалуй, не дам по нему каких-то значений. Но, пожалуй, я бы сказал, что он сейчас находится в недооценке визуально. Процентов на 20. Но все-таки раз мы синюю ливню будем рисовать. И потом через год, полтора, два года, когда уже забудем про Qualcomm, его откроем. Вот так же в прямом диалоге, чтобы мне краснеть за него не пришлось. Что я не в ту сторону поставил, неправильно его оценил. Лучше я его посмотрю, как полагается. И установлю эту оценку в районе, я думаю, 130 долларов. Может, 135 долларов он будет стоить. Так, и по Viva Systems. Давайте посмотрим, что с Viva Systems. Это, по-моему, к страхованию относится, к программному обеспечению по страхованию. Давайте глянем. Viva Systems. Была дороговатая, я ее не покупал. Сейчас давайте посмотрим, что с ней. Да, это Healthcare Providers. Провайдер здравоохранения. Показатели вот эти пугаться не стоит. PE60, они всегда стоят дорого. Forward PE45. То есть тоже ничего удивительного нет. У них, как правило, потенциал развития довольно-таки большой. Но почему я не покупаю? Потому что меня смущает конкретно высокая оценка этой индустрии рынком. Почему они так дорого стоят? Я бы, пожалуй, столько денег за них просто-напросто не платил. Тот же самый рост их финансовых показателей этого бизнеса в районе 15-20%. Это неплохо, это прилично, но есть более системно значимые индустрии, которые показывают аналогичный рост, но стоят дешевле. Почему вот этот Healthcare Plans Providers, он должен так дорого стоить? Ну, у меня в голове, скажем так, не укладывается. Я за этот бизнес не готов переплачивать в два раза по отношению к другим бизнесам, которые растут так же. Поэтому я скептически отношусь к данной индустрии. И периодически, собственно, по наблюдениям, по опыту мы можем наблюдать, что какая-то разогретая индустрия. Да вот сейчас то же самое, альтернативщики те же самые. Вот многократно говорил, что они дорогие, но это их системные стоимости. Вот сейчас их сильно распродали. Также вполне вероятно, что год, два, три года, когда-то произойдет распродажа, например, компаний, которые Healthcare Plans, провайдеры, тоже может быть. То есть не позволяет мне купить оценку в плане стоимости общерыночной. То есть индустрия всегда была дорогой, всегда поддерживается, инвесторы покупают. Видите, как растут активы, как растет собственный капитал. Компания постоянно распродает свои акции. И, опять же, почему она их распродает, вопрос очень такой интересный. Потому что, наверное, она знает, что за Forward PE или за PE-60 глупо было бы не продавать свои акции. Потому что, ну, это самолет просто дорого очень стоит, я имею в виду. Почему бы деньги не выводить из рынка? Так что долгов никаких нет, нужды у нее никакой нет в плане покрытия каких-то обязательств от продажи и дополнительной эмиссии этих акций. То есть они продают эти деньги, ну, по-моему говоря, забирают. Конечно, было бы невыгодно продавать, они бы не продавали. Наверное, если бы PE-50 был бы не 61, а 10, они бы такой эмиссии бы не делали. Соответственно, тогда бы и цена на акции была бы не 200 долларов, а 50, например, долларов или 20 долларов. Конечно, им смысла бы не было это делать дополнительную эмиссию. Они бы там где-то кредит взяли бы или еще что-то, или развивались бы на собственные средства, на свободный денежный поток. Это тоже косвенные указания того, что компания сама считает, что ее акции дорогие, они хороши к продаже. Я бы просто-напросто, наверное, пока не покупал данный актив. Все-таки считаю его довольно дорогим, а потенциал роста в 20% можно получить и в других индустриях. Та же самая DOCS, вот мне сейчас в голову пришел, или ESMAN Chemical, например. Посмотрите их и сравните с Viva Systems. Ну, ладно, DOCS, еще там вопрос разработчик программного обеспечения, но она пользуется, конечно, спросом. Или то же самое ESMAN Chemical, или тот же самый FMC. Это компании более значимые. FMC вообще работает в сельском хозяйстве. Потенциалы примерно те же самые. Цена в три раза дешевле, чем у данной индустрии. Хотя индустрия химии в сельском хозяйстве, она более системна, более интересна. Так, ну давайте, ладно, хотел последний вопрос. Но еще есть на 18 лайков. Вот Косром, подписчик постоянный, Косром. Значит, давайте постараюсь ответить. Интересна ваша дальнейшая стратегия после прошедшего заседания ФРС. Изменилось ли что-то при выборе для приобретения или продажи ценных бумаг? По большому счету ничего не изменилось. Стратегия прежняя. Подбор компаний с максимальной, скажем так, недооценкой. Сильных компаний, надежных, у которых нет проблем с долгами, минимальные риски банкротств, дефолтов, невыплат и все прочего. То есть надежные компании по дешевым ценам в реальных секторах, хотя по-прежнему говорю, что вполне вероятно продолжится более интенсивный откуп технологического сектора. Но не покупая, потому что покупать дорого я, как человек, скажем так, прагматичный, не готов покупать то, что столько не стоит. Так же задумался при неизменной ставке, но при продолжающемся изъятии ликвидности не увидим ли мы медвежий тренд? Ведь по сути денег в обращение, значит, и средств инвестиций будет меньше. Так, ну, в общем-то, пожалуй, вы правы. И если бы не техи, отдельные техи, в которые деньги вливаются, это Apple, Microsoft, Nvidia, какие-то чипы, там, ну, скажем, ограниченный очень круг компаний, но которые в основе своей лежат в качестве флагманов индексов, мы бы увидели значительное снижение индексов. То есть вот тот рост, который был, он был, ну, отчасти не то, что искусственным, а вызван тем, что растут его флагманы. Хотя фактически там каких-то положительных результатов по ним тоже нет, но в них деньги вливаются, выходят из реальных секторов. Если бы этого не происходило, мы бы, в общем-то, видели значительный медвежий тренд в индексах, и он бы продолжался. Так что вполне вероятно, что он может возникнуть. Ну, возникнуть он может, безусловно, я не думаю, что ему дадут возникнуть просто-напросто. И денег вольют либо в Apple, опять, чтобы индекс рос, поскольку это там 6% индекса занимает, либо какое-то другое мероприятие предпримут. Мне бы хотелось увидеть уход денег из техов и приход денег в реальный рынок, который, в реальные сектора, которые сейчас крайне дешевые. И вот, скажем, энное количество десяток и сотен миллиардов долларов, которые будут сильно незаметны в структуре крупных техов, они придут в реальные сектора в компании более мелкой капитализации. Это значительный импульс им придаст. Вполне вероятно, что при грамотном распределении средств внутри индекса можно будет добиться либо боковичка, либо даже какого-то, может быть, повышения. А вообще, да, суть, вы верно описали, что денег становится меньше в обращении, изымаются деньги из рынков, из облигаций, из казначейских, ипотечных бумаг и все прочее. То есть это продолжение того самого снижения, скажем так. С другой стороны, все-таки большинство компаний, они планируют и идут к увеличению продаж. Экономика не стоит на месте, все-таки есть увеличение финансовых результатов по большинству компаний. Поэтому экономика развивается, и то небольшое снижение, которое возникает в рамках изъятия ликвидности, оно нивелируется увеличением качества бизнесов. То есть где-то плюс на минус я бы описал этот момент как стагнацию. Так, еще интересно ваше мнение по линд. Ни разу не видел в прямых диалогах. Линд у меня в избранных, но оно не имеет точек покупки. Это тоже химическая компания крупная. Мне она нравится, но вот она растет, растет и растет без конца. Как мы видим, сильно прет вверх. Конечно, точек входа в компанию нет. Они возникают от периода каких-то моментов. 22-й год, сентябрь, компания снизилась. Можно будет ее тогда переоценить. Конечно, она сейчас не интересна к приобретению. Казалось бы, почему бы ее не купить? Ведь она все равно растет вверх. Можно ее купить и ждать. Она вырастет. И даже коррекция, какая состоится, дальше будет расти. Не совсем так. Помните вечно растущую компанию Hershey, которая просто летела вверх всегда. Почему бы ее было не купить? Она летит, летит, летит. Несмотря на кризисы, войны, проблемы, стоимость топлива, инфляцию, Hershey растет. А потом наступает момент, когда она просто камнем летит вниз. И продолжает лететь. Вполне вероятно, до 200 долларов это может произойти. Уже она пришла в зону покупки. То есть, я раньше оценивал, когда, например, настолько и стоила. Интереса не было. Вот сейчас она улетела вниз. И в горизонте 24-го, там, начало 25-го года, я считаю, что Hershey будет стоить уровень 250 долларов. Замечательно было бы ее купить подешевле. Наблюдаю, смотрю. И также вот возникают идеи по линд. Но я понимаю, что если она столько не стоит, то почему бы ей и не грохнуться вниз. То есть, покупать ее задорого я бы не стал, пожалуй. Если интересно, можем потом подробнее разобрать. Но, пожалуй, сейчас не лучшее время для покупки данной компании. Все-таки дороговато. Так, ну на этом все. Надеюсь, что ответы на вопросы были полезные, было полезно мнение. Тут самая главная задача какая. Не то, чтобы я хотел дать ответы на вопросы, кому-то там свое мнение навязать или еще что-то. Я стараюсь максимально развернуто на каждый вопрос размышлять, свои мысли давать. И вместе с вами, скажем так, повышать собственную грамотность, получать опыт. И передавать ход мыслей, как это работает, какие процессы, какие механизмы возникают ввиду изменения ставки ФРС, инфляции, финансового потока в компании. Все это взаимосвязано. Если этот часовой механизм, который с виду часы разберите какие-то старые, окажутся довольно сложными. Там много шестеренок, колесиков. Все это взаимосвязано и взаимодействует. Вот, собственно, фондовый рынок, на мой взгляд, экономика – это такой же еще более сложный механизм, который миллионы деталей. Кажется, что нереально что-то там распознать. Но когда шестеренку за шестеренкой начинаешь разбирать, начинаешь понимать, что если шестеренка инфляции, ставки, кредитов или конкретных компаний сдвигается, какие другие шестеренки оно задействует. И вот эта цепочка становится более прозрачной, понятной, спокойней становится очень инвестировать, потому что понимаешь причины, следствия, связи и так далее. То есть хотелось бы с этим делиться. И вот вместе, я думаю, мы к этому постепенно все больше и больше в этих часовых механизмах будем разбираться. На этом все. Всем удачи в инвестициях. Самое главное – здоровья вам и вашим близким. Всегда рад видеть вас в телеграм-канале. Ссылка в описании. Также есть ссылки на различные полезные ресурсы, курсы, все прочего. На этом все. Всего доброго. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok